Приветствую гостей и подписчиков канала Vodder23! Сегодня хотел бы с вами обсудить очень важную и интересную тему Это какие наши любимые баги и фичи из сталкера оригинального будут убирать и устранять в сталкер 2 Как вы понимаете, наши предыдущие три части были наполнены всякими бага-фичами Которые были любимыми и нелюбимыми, от которых бомбило, но и которыми можно было иногда восхищаться Первое из них это ухождение в минуса, как вы видите, бояре Можно стать мультимиллиардером и все это законно и в пределах скриптов игры Каким это образом происходит? Нужно прибежать на Янов, например, или на Затончик и делать вот такие вот нехилые конвульсии Заказывая у нашего товарища, который доставку делает, заказывать оружие, инвентарь, броники и прочее После этого вы будете уходить хорошенько так в минуса После того, как вы собрали топовый шмот, вы берете квест на поиск запорожца Потом начинаете делить с ним хабар, с заказчиком Это заказчик у нас Коряга Это делается для того, чтобы после того, как мы ушли в минуса, зайти опять в плюсы Понимаете, есть выход из этой ситуации, вы не будете постоянно бегать в минусах И дело в том, что этот квест поможет вам очистить свою нулевую карму И как бы обнулиться только в обратную сторону И понимаете, вот эти вот все разборки внутри скриптовые ломают скрипты еще больше И делают из вас просто миллиардера Ну, что могу сказать, это должно будет устраниться в движке Unreal Engine Скорее всего, это будет пятая версия его И экономика, и механика игры подправится И уже невозможно будет такой любимой бога фичей изменять свою карму И добывать себе бессмертное богатство Потому что действительно это теряет смысл и ценность самой игры Теряет переход к реальности Ну и ощущение той самой реальности Потому что когда вы, например, были в минусах, минус там миллионы Подходите, сделаете сейвик Сохраняетесь, перезаходите Подходите, например, к бандиту И начинаете ему все отдавать Это, конечно, не с первого раза может сработать Но, как вы знаете, сейвы у сталкера это великая вещь Перезаходим еще разочек Отдаем вещи и опа И мы уже мультимиллионеры Так что это надо будет устранить Далее, следующий любимый бога фич Который квестался у всех И который юзался поголовно Это действительно перенос трупов Но это не просто перенос трупов А перенос трупов с хабаром Как вы знаете, даже собачки и другие NPC Могут иметь возможность переноса трупов и так дальше Ну и кушать можно их, естественно Просто в нашей реальности экономической Это давало несметное преимущество Давая вам возможность переносить тонны хабара внутри трупа Нужно было всего лишь сделать одну грамотную вещь Чтобы хабар не исчез выбрать трупа, который постоянный Который квестовый, например А не какой-то ноунейм NPC И поэтому мы могли в нем бесконечно тягать его Бесконечно фаршировать его ништяками И оставаться просто ненаказанным системой Вас никто бы не забанил и т.д. и т.п. Потому что данная бога фича использовалась очень обширно И вы не можете даже брать Не нужно даже брать экзоскелет Вы просто берете труп и фаршируете его всем, что вам нужно И это ничего плохого для игры не сделает Но, конечно же, теряется, опять же, смысл и соревновательный момент Здесь же, понятное дело, просто пролацдарм для манипуляций и всего остального Потому что действительно вы имеете преимущество значительно, чем другие игроки, например Если это был бы в онлайне такой вариант Это, конечно, был бы очень угнетающий Но его, слава богу, в онлайне такого уже и не было по факту Ну и онлайн такой слабоватенький получился в Сталкере Там на Зове Припяти и на всем остальном Печалька Ну и заключающее, что было самое кошмарное и ужасное Что можно было просто пролететь и проиграть игру, так сказать, за 10 минут Спидраны, это, конечно, великая наука прохождение сквозь текстуры Но все-таки в Сталкере есть такие необъяснимые богофичи Которые, скорее всего, сами разработчики знают Возможно, это был заложен прикол Но 90% что нет Это была богофича с воздействием на предметы Точнее, тем, что предмет воздействовал на вас И вы от него отскакивали, как будто у вас горящий пукан Из-за того, что вы проиграли в карты все свое состояние Поэтому, господа, учитесь Спидран с табуреткой Табуретку мы находим, как вы понимаете, на Янове На территории одной из баз Дальше эту табуреточку нехилыми манипуляциями Надо иметь очень большое терпение Выталкивая на улицу Это не простая табуреточка Это волшебная табуреточка С помощью ее можно будет телепортироваться в саму Припять Но не сама суть затеянности И происходящего вас должна напрягать Это в том смысл, в чем и все игры заключаются Нужно идти по какому-то канону По какому-то сюжету И не нужно обходить сквозь текстуры Добывая преимущество нечестным путем Потому что игра действительно теряет свой смысл и соревновательный момент Теряется спортивный интерес к ней Ну, как вы понимаете, можно было не только на табуретке полетать А еще сквозь текстурки проходить Заходить сбоку, не проходить через комнаты Не искать ключи, не искать шифры Не искать объяснения и не ходить 350 раз Ну, это, конечно, было бы и прикольно Если бы квесты были бы не такие захватывающие Потому что в Сталкере действительно очень много интересных квестов Конечно, это не принести два яйца кабана Или там проколоть два глаза кровопийце Но все же в Сталкере есть очень довольно интересные, запутанные, загадочные квесты Даже финальный виток сюжета Когда вы узнаете, что осознание Это все-таки плохие ребята Это действительно очень хорошая вещь Ради которой стоило вернуться даже в самое начало игры Так что вот так вот, господа Можно было просто запрыгнуть табуретку Запрыгнуть на крышу И с крыши у нас уже был прямой доступ в Припять Ну, надеемся, это на новом движке в Сталкере 2 будет убираться И такие возможности прохода больше не будут предоставлены Так что вот так, бояре Будем надеяться на лучшее, готовимся к худшему Но Багафичи мы любим и помним И надеемся, что многие из них уберут Ну, а если вам понравилось данное видео То ставьте свой лайк Если вам не понравилось данное чудесное видео Ставьте свой дизлайк Подписывайтесь на наш канал чудесный А также не забывайте бить в колокольчик Тем самым подписываться на все видео Всем спасибо, ребятушки Надеемся на Сталкер 2 в ближайшем будущем И до новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok